всем привет это третий ролик про жилой комплекс парк столиц первые два вы найдете в описании по ссылочке там я рассказываю про трешку в корпусе лондон и про трешку в корпусе милан а сегодня я рассматриваю следующую трешку в корпусе милан поехали вкратце напомню что компания которая строит этот прекрасный жилой комплекс под названием атлас development получила престижную премию за этот жилой комплекс кто хочет посмотреть этот коротенький рассказ переходите по ссылочке и смотрите видео номер один где я как раз таки рассказал про эту премию вкратце но сегодня останавливаться на этом не будем и сразу перейдем к разбору планировки трехкомнатной квартиры площадью 113 и 9 квадратных метров а в частности эта квартира номер 69 прежде чем приступить к разбору этой квартиры хочу напомнить что застройщик особенно гордиться своими планировками и называет их высоко эргономичными и так попадая в квартиру мы естественно заходим в прихожую прихожая достаточно большая семь с половиной квадратных метров и сразу же мы видим большие длинные шкафы с точки зрения хранения это просто великолепно но не без минуса в углу при входе это вот прямо самое вот вот прямо самая грязь грязь вход в постирочную и здесь в дальнем углу стиральная машина ждет так сказать своих грязных вещей но когда они постираются они же станут чистыми и вы их понесете обратно в квартиру в чистых тапочках и будете наступать вот на эту грязную зону и тащить пыль грязь в квартиру в общем решение так себе идем дальше и попадаем в общее пространство которое делит квартиру как бы напополам справа это спальня родителей слева это детские и как нам обещал застройщик и преподносил это как фишку в этой квартире он свое обещание выполнил молодец и в первую очередь рассмотрим общее пространство которое 41,6 квадратных метров и это классно наконец-то большая комната а в прошлых которые мы смотрели там по 26 метров ну как-то так себе маловато а здесь 41 квадратный метр и как же он ими распорядился ну как-то странно друзья мои кухня стоит буквой п сама по себе компоновка кухни правильная на самом деле это самая удобная эргономичная компоновка кухни буквой п или двухлинейная тогда все действие которое мы совершаем на кухне получается очень удобным и компакт все под рукой и здесь вроде бы так так да не так потому что один из заворотов который мог бы стать островом он какой-то маленький какой-то такой аппендикс я бы сказал его бы хотелось сделать пошире но если мы так с вами сделаем то получается что этот остров упирается в стол а это значит что стол нам нужно куда-то сместить ну допустим мы его сместим сюда а если мы это сделаем то соответственно он станет преградой для прохода в спальню следующий момент странный в кухне это угловая угловая раковина пятиугольная но это знаете это такой привет из 90-х вот там любили вот эти пятиугольные решения которые всегда как-то выглядят немножко нелепо и уже сильно устаревши поэтому избегайте таких решений делайте кухни с прямыми углами никаких скосов дальше диванная группа диванная группа как мы все понимаем этот диван кресло телевизора и как они здесь стоят телевизор стоит в простенке между окнами где-то сбоку и далеко стоит диван соответственно как-то смотреть телевизор нужно загибая глаз где-то на проходе стоит одиноко одно кресло и только с него мы можем смотреть более менее телевизор кстати если мы оставим стол на прежнем месте то смотреть телевизор а нам будет неудобно потому что пол экрана перекроет стул в общем очень странная компоновка в гостиной и друзья мои прежде чем приступать к ремонту сделайте расстановку мебели не оставляйте это на потом иначе сюрпризов будет вот так что думайте сразу как это расположить возможно телевизор стоит перенести сюда диван поставить напротив ну в общем здесь нужно садиться думать рисовать рисовать масштабе переходим к спальне спальня большая 20 метров большой шкаф это здорово между кроватью и этим шкафом остается достаточно много места где можно йогой позаниматься тоже неплохо кстати даже можно и гардеробную здесь придумать как сделать а вот дальше немного странное решение на мой взгляд и совершенно неудобно и почему да потому что вход в ванную комнату прямо напротив кровати как я это уже говорил и в предыдущих роликах это неудобно и некомфортно но вы просто представьте вы лежите в кровати и прямо сбоку от вас дверь в ванную где раковина и унитаз к слову сказать так что дверь в ванную нужно стараться куда-то прятать относить подальше здесь площадей хватает поэтому стоит так сказать включить мозг и придумать как это сделать детские детские выходят прямо в гостиную прямо на кухню без всякого буфера и кстати тут же вход сразу же в санузел вопрос номер один дело в том что по снипом один из санузлов своим входом должен быть направлен в коридор а не в жилую комнату а это у нас не просто жилая комната это кухня гостиная вот интересно как они этот момент согласовали получается что выход из санузла сразу в гостиную и тут же рядом два входа в детские комнаты сами по себе комнаты хорошие каждая из них практически 16 квадратных метров даже одна чуть побольше и это очень хорошо они неправильно прямоугольной формы а это значит в них можно все расположить с комфортом ну конечно то как сейчас здесь стоит мебель это не очень удобно и будет красиво ее нужно немножечко по-другому перекомпоновать но в целом потенциал у этих комнат хороший хотя есть одна странность которая лично мне не очень нравится я уж не знаю как она вам дело в том что если к вам пришли гости например или вы любите посмотреть телевизор погромче это просто посмотреть то весь этот шум даже через закрытые двери к детям будет проникать ну а если уж вы там музыку громко слушаете то это вообще так сказать можно считать что дети прямо в гостиной спят ну разве что не видит ничего и наоборот если дети шумят то вы тоже это слышите единственный плюс в этой квартире это то что спальни и детские разнесены и они разделены как обещал кстати застройщик кухней гостиной вот это плюс но то что двери выходят у детских прямо в гостиную это конечно ну так себе решение хотя с точки зрения экономии пространства то есть нету лишних коридоров в этой квартире вообще нет коридора это просто здорово ну отлично как можно эту проблему устранить но можно придумать дополнительный гардероб например который сделает детские комнаты поменьше и создаст дополнительный звуковой буфер при этом все вещи одежду книги игрушки вообще все что складывается на полке из двух детских можно скучковать вот в этом вот вытянутом гардеробе освободив тем самым детские потому что они же меньше станут правильно там шкафы уже не нужны будут там нужно будет оставить только кровать и стол а все вещи которые должны где-то хранится пусть хранятся здесь решение тоже наверное не самое лучшее но это даст дополнительный звуковой буфер между гостиной и детской друзья на этом все пишите ваши замечания что вы заметили что вам понравилось что вам не понравилось какие может быть вы увидели варианты планировки для этого есть комментарии пишите туда ну а пока ставьте лайк жмите на колокольчик и обязательно подписывайтесь на канал а на этом я прощаюсь с вами да пребудет с вами муза